Движение ВСУ на бахмутском направлении продолжается. Генштаб сообщает сегодня об успехах сил обороны в районах Клещаевки, Андреевки и Курдюмовки. Это село южнее Бахмута, замминистра обороны Украины Анна Малер уточняет, ВСУ-ды оккупировали село Андреевка. А вот среди российских военных и военкоров паника. Они снова говорят о неумелом военном руководстве, снарядном голоде и сетуют на смерть главаря Вагнеровца Пригожина, боевики которого сыграли ключевую роль в оккупации Бахмута. Министр обороны Российской Федерации армии, генерал армии Сергей Крыльевич Шойко, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александру Ивановичу Баскрепину. Обращение. Мы, в основном, в основном, в войсковой части 29-97-1008-й полк, сгибирован в 2022 году в октябре месяца на территории города Твери. На протяжении длительного времени, в период с 25 августа 2023 года по 12 сентября 2023 года, личность состава сквозь части 29-297-1008-й полк, вот и стрелков, выполняя их задачи по закреплению в начальном пути Крещевка Донецкой Народной Республики. При проведении указанных задач на ее приятии, командовая полка, неорганизована артерийская подготовка и не подали артерийской артерии противника, а также неорганизована контр-батарейная борьба и полное отсутствие радиоэлектронной борьбы против беспилотных артерий противника. Наши ребята там разят гадину фашистскую. Это правильно. Это триумф русского оружия, это триумф русской армии, это возрождение России. Нарушение требований боевого устава в Украине Российской Федерации при потере личного состава от 10 до 35% от общего количества личного состава предразделения является небоеспособным. Выходя из вышеизложенного, численностью 1008 полка на данный момент составляет 25-30% живой силы от штатной единицы. Это численность полка. Представляете, кошмар. В связи с колоссальными потерями личного состава полка осуществляется в исполнении военнослужащих по контракту, которые не издаются приказом о назначении на воинские должности и не назначаются с недоносным списком личного состава. Записи военной билеты не вносятся, личные дела пустые. 4. Личному составу 1008 полка в завершении ведомственных приказов Министерства обороны денежное удовольствие уплачивается не в полном объеме. А в некоторых случаях и наслужащим не уплачивается денежное удовольствие в полном объеме аж до трех месяцев. Вот так жирные попы из гундяевской секты мотивируют российских оккупантов на новые подвиги. Вот они возненавидели нас. Вот эти укропы, да, там, где-то сочинили, выдумали. Были русские люди. Просто переделали. Поэтому этот враг, он должен быть уничтожен. Потому что он придет сюда, он здесь вселит то же самое в наших детей. И мы тоже станем на порог саморазушения. Это духовная скрепа. Кто проиграет, тот и будет виноват. Тот и будет агрессором, тот и будет платить. Ну, прямо скажем так. Тот, кто одержит победу, с того взятки глаз. Зависит, как говорится, от итога войны. Если по каким-то причинам, не дай бог, мы не допускаем и даже вслух не произносим, но вдруг, положим, что-то произойдет и наша страна не сможет одержать победу. Надеюсь, все вернемся живы-здоровы. Ну, и главное, с победой. Но тогда надо исходить из того, что претензии будут предъявлены каждому без исключения. Безотносительно на территории Российской Федерации он находится или за пределами Российской Федерации. Пособник ли он путинского режима или мимо проходил. Неважно, виноватыми будем все. Поэтому и исходим из того, что на кону стоит, в прямом смысле слова, и существование страны, и существование каждого гражданина Российской Федерации. И наша жизнь, будущее, в том числе, сколько-нибудь беззаботное тоже стоит. Фальсификации, подмена понятий, манипуляции общественным сознанием и обман дорого обходятся. Смотрите, нужно разделять понимание. То есть, да, мы понимали. С другой стороны, никто не верил. То есть, это тут как бы... Часто про войну говорят полномасштабную. Верил или не верил. Понимал, не понимал. Вот мне кажется, нужно разделять эти вещи. Мы, военные, в целом понимали. Возможно, не масштаб. То есть, понятно было, что что-то будет. Вот, допускали вариант захвата Юга. Ну, например, вератолетный десант под Киевом, это даже в самых таких каких-то фантастических сценариях мы не допускали. Думаю, во многом Кремль на этом сделал ставку. То есть, он понимал, Кремль, что в Украине не допускают такого варианта, и пошел на этот ход. Для того, чтобы охватить Киев в первые дни войны. У них этого не получилось. Вот, как-то так. Но до этого высшее политическое руководство Украины говорило о том, что сконцентрировано порядка 140 тысяч российских войск на границах с Украиной. И, в принципе, этого недостаточно для такого блицкрига. Россия, очевидно, рассчитывала на то, что этих войск хватит. На то, чтобы захватить всю Украину, в первую очередь, столицу. Действительно ли эта цифра, она была настолько нереальной? На что рассчитывала Россия, по-вашему? Смотрите, Россия не хотела воевать. Россия хотела провести операцию, военную операцию. Это проводят очень многие страны. Контртеррористические, антитеррористические, всевозможные военные операции и так далее. Например, когда Америка проводит операцию, это не называют войной, это называют операцией и так далее. Воевать нельзя. Он запрещает воевать. Кто не воюет, проводит операции. Теперь они были уверены, что вот как у нас был на юге потерян изначально Херсон, сегодня, слава богу, уже возвращен, освобожден, но фактически там какие-то небольшие отряды украинской армии были разбиты, ТРО тоже небольшие отряды были разбиты, город был занят. Задумка была, что насколько быстро войска, их войска, включая их Росгвардию, заходит в Киев, сопротивления особого не будет. Один из верных шагов, который приняла украинская власть, я считаю, что это действительно, сегодня ретроспективно, если смотреть, это раздача в первый день войны оружия всем. Да, у этого были свои сдержки. Конечно же, там и преступные группировки получили оружие и так далее, и были случаи friendly fire, огонь по своим, так как люди не подготовлены и так далее. Но в массе своей город оказался вооружен, и город смог дать отпор. Теперь для того, чтобы провести действительно операцию в масштабах такой большой страны, как Украина, Украина большая страна, 140 тысяч или даже 180-190 тысяч, вот цифры, которые называли, этого недостаточно. Если вы действительно воюете, но опять же, я повторюсь, они не планировали воевать, потому что они не планировали и не рассчитывали, чтобы действительно сопротивление со стороны украинской армии. Я сейчас, кстати, выношу за скобки вооруженный народ, ТРО, добровольцы, сотни тысяч добровольцев, которые пошли в первые дни вторжения. Конкретно регулярные части ВСУ, они рассчитывали, что они не будут воевать. Даже вспомним обращение Путина, когда он сказал, что в Киеве сидят нацисты-наркоманы, и обратился к вооруженным силам Украины, кстати, такой вот нетипичный для него, он такие заявления не делает, и сказал, берите власть в свои руки, мы будем с вами договариваться. То есть, как бы, подразумевая, вот, организуйте там военную хунту, и мы с вами договоримся, вот, и так далее. То есть, видимо, даже сам Путин считал, что вооруженные силы Украины, они, ну, странно, пророссийские, в той или иной степени. Вот. Поэтому расчет был, да, провести спецоперацию против непокорной, как они считают, субъекта, бывшей части Российской империи. А не именно войну полномасштабную. Конечно же, для войны такого количества людей недостаточно. Но ведь наверняка Путин, когда делал это заявление, он ссылался на вот те отчеты, доклады, которые к нему приносили его опричники. Его там разведка, контрразведка, внешняя разведка и так далее. Они что, просто боялись ему донести правдивую информацию, или же вот такие провалы для внешней разведки Российской Федерации, это больше правило, чем исключение? Смотрите, как работает западное общество, западные демократии, либеральные и так далее. То есть у нас есть гражданское общество, которое уравновешивает власть, плюс власть постоянно меняется. Вы не можете создать постоянно одни и те же источники власти, которые находятся в своих недосягаемых башнях, и оторваны абсолютно от того, что происходит под этими башнями, внизу. То есть постоянно есть гражданское общество, которое давит на власти, если те или иные им аспекты жизнеустройства, уклада общего не нравятся. Плюс сменяемость. Любой правитель понимает, что если он будет много грабить, его через 4 года сменят, и все увидят, поймут, потому что кабинет министров поменяется, команды поменяются, и все поймут, что он грабил и так далее. И дальше будут там издержки всевозможные. Когда вы выстраиваете систему авторитарную, то, естественно, нет никакого фидбэка, нет никакой обратной связи. Когда у вас система, где нет сменяемости власти, вы находитесь в придуманном обществе. Вы находитесь в обществе, в котором вы сейчас фантазировали. Есть глубинный народ, и он всем доволен. Есть Украина, где там какие-то есть нацисты-наркоманы, а в целом там все братья меньшие, в кавычках, или какие-то неправильные русские. Или, например, есть злой анат, который строит козны. Или там этот золотой миллион и так далее. Или как-то миллиард. Путин дозвучивал. Это же как бы бреднее, казалось бы, из бульварных газет, но это на полном серьезе озвучивалось там. То есть они за 20 лет диктатуры выстроили в Кребле какой-то вот мир, который им казался правильным, верным. В этом мире, конечно же, не было Украины как субъекта, тем более с своей армией, своим народом, со своим видением, с желанием самоопределения и жизни и так далее. То есть они вообще не рассматривают такого варианта. Субтитры создавал DimaTorzok